здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня 3 февраля суббота вчера вечером поздно вечером мне захотелось вернуться к моему процессу уже очень такому старенькому это лан свит спи моя радость прекрасная замечательная вышивка практически половина у меня отшита и вот проснулись у меня чувства вернуться и завершить этот процесс возможно завершить этот процесс но я буду стараться и когда я его вчера вышивала я вспомнила что мои новые подписчики и девочки просили меня снять видео о парковке да эта тема уже не новая в общем то избитая существует очень много видео на youtube но так как приходят новые подписчики девочки находят наши видео конечно найти старые видео где мы что-то снимали это очень сложно и пересмотреть опять же все все сразу сложно появляется много вопросов они слышат от нас такие слова парковка парковка по цветам и так далее и конечно же пытается во всем разобраться и или просто иногда хочется увидеть как отшивает тот или иной человек блогер вот нам нравятся какие-то вышивки и интересно как же человек вот вышивает у всех свой метод свой способ и я не хочу сказать что это будет мастер-класс ни в коем случае я просто покажу то как я это делаю мы с вами повышеваем просто побеседуем на какие-то вопросы постараюсь ответить немножечко с вами проведем вот таким образом время и заодно посмотрите как я вышиваю парковкой сегодня я снимаю на новую камеру надеюсь освещение будет удачным и кадр будет удачным я буду стараться чтобы вам было все видно хотя знаете всегда очень сложно настроиться вот на такую съемку я снимаю вот таким образом редко и как-то не очень получается сразу настроиться мы будем стараться причем сегодня у меня почему-то очень сильно болит голова у нас последнее время резко меняется погода и сложно перестраиваться с холодно с холодно на тепло вот у меня почему-то организм так реагирует и болит голова ну ладно я выпила таблеточку поэтому сейчас должно полегчать и так о парковке значит основным правилом то что нам нужно как бы учесть и знать парковки это то что нам нужно обязательно разметка без разметки здесь вышивать конечно можно но будет сложно не нужно усложнять себе жизнь существует много различных хороших вещей которыми можно разметить в нашу основу маркеры карандаши все что угодно поэтому можно сделать всегда разметку вот у меня здесь канва синего цвета тёмная 18 каунда сложный и я ее размечала вот таким карандашиком от прим меловой карандаш белый конечно не очень удобно потому что очень такой у него жирный грифель и он перескакивает иногда из клеточек получается не совсем ровные линии но я старалась размечать вот таким карандашиком он маленький это обычный меловой карандаш поэтому он хорошо будет смываться даже можно водичку немножко уксуса добавить и он сразу мел отойдет от уксуса дальше наша схема наша схема тоже должна быть раз размечена расчерчена но обычно это все уже есть когда мы покупаем какой-то набор то всегда конечно присутствуют вот границы что нужно знать когда мы вышиваем парковкой нужно обязательно следить за границами и не делать границы ровными границы должны быть немножко рваными поэтому мы будем заходить за границей чтобы у нас не оставалось на нашей конве вот таких вот разделений при вышивке хочу вам сказать что эти разделения если вы будете делать они не уйдут ни при стирке ни при глажке ни при натяжке и будут еще больше видны поэтому на это нужно обращать внимание если вы начинаете вышивать парковкой ни в коем случае не вышивайте строго по линиям нужно делать рваные края есть также метод парковки где идет диагональка где мы прочерчиваем вот какие-то такие диагональки таким образом вышиваем но это не всегда удобно потому что наши схемы они строятся не в основном не по диагоналям а какими-то блоками да у расположенными либо горизонтально либо вертикально но вот покажу вам вот эту схему вот так видно видите здесь вот такие вот идут цвета небольшими блоками вверх вертикально поэтому очень удобно делать самопроизвольно рваные края и заходить и делать отступы то ли отступать немножко влево то ли вправо от границы я надеюсь я понятно объяснила и так что еще также нужно при парковке очень много иголочек под каждый цвет нужна своя иголка и нужно нужны места куда мы будем парковать наши иголки вообще по хорошему делают девочки такие подушечки парковушечки которые их размещают где-то вот на основе и туда паркуют иголки я человек ленивый мне нужно вот меньше различных трудозатрат просто съесть и вышивать у меня есть на станке вот здесь такой магнит есть мягкие под подушечки которые уже приклеены сюда можно парковать либо я паркую прямо в ткань прям вот в основу ничего страшного не происходит поверьте так также при вышивке парковкой очень удобно и практично пользоваться вот таким стежка укладчиком его можно сделать самостоятельно у меня даже где-то было видео если я вспомню и найду его я вам оставлю как мы делаем вот такой вот стежка укладчик это обычный пластиковый наперсток самый-самый простой и игла которая раскаляется на огне игла становится горячая и мы ее просто вот прикладываем к пластиковому пластиковому наперстку он впаивается эта игла ну и сверху я обмотала ниткой мулине ну так для симпатичности скажем можно его покрасить каждый может придумать свой свой элемент украшения вот этот наперсток эта иголочка нам будет помогать укладывать наши ниточки и также будет помогать нам с ними справляться видите как удобно можно взять и тащить вот ниточку не цепляя как бы не вытаскивая все остальные нитки еще о парковке в какую сторону вышивать значит мы всегда вышиваем если брать вот такой блок да вот наш квадратик 10 на 10 то мы всегда вышиваем справа налево справа налево это классическая парковка вышиваем ряд за рядом крестик за крестиком не переходя на другие как бы области можно начинать вышивать слева направо можно справа налево я свои вышивки всегда начинаю с левого нижнего угла и иду змейкой начинаю слева иду вправо когда дохожу вправо справа иду налево и вот так вот змейкой я продвигаюсь но вы можете следовать своим правилам если вам удобно всегда начинать справа пожалуйста за отшили ряд вернитесь снова вправо и так вот ряд за рядом вышиваете как кому удобно ну вот давайте начнем и будем приступать к нашей парковке так схема сразу вам покажу также и схему чтобы нам было видно и понятно что мы будем вышивать и так вот у меня сейчас вот этот блок который мы будем вышивать я начинаю с правого нижнего угла буду брать значки по порядку то есть сейчас я беру вот эту звездочку так беру эту звездочку и буду вышивать все полукрестики справа влево да вот где они у меня расположены и там будет у меня и остановка значит берем нашу иголочку у меня здесь тоненькие иголочки это у меня нитковдеватель от ДМС один из самых моих любимых и вот видите он у меня уже очень много лет оторвалась вот эта штучка но все равно он со мной и он мне помогает потому что очень быстро на самом деле заправляется нитка в иголку раз и все готов и так мы прошиваем помогая геннаперсткам укладывая ниточки прошиваем наши полукрестики темная основа я не знаю будет ли вам хорошо это все видно все прошили все прошили еще такой момент забыла вам сказать ну обычно да классический способ мы вышиваем в данном случае крестики ведя ниточку сверху вниз не снизу вверх допустим с нижнего левого угла в верхний правый а с правого верхнего в нижний левый таким образом крестики становятся на более ровными и аккуратными дальше вот смотрите я прошила вот эти звездочки четыре полукрестика припарковала ниточку теперь я беру по порядку справа влево какой у меня значок вот такой цветочек теперь я буду вышивать полукрестики вот этим цветочком так как я вам все показываю рассказываю то конечно процесс идет медленно на самом деле все идет намного быстрее чем хороша парковка тем что здесь исключен вариант ошибки вы никогда не ошибетесь если вы ошибетесь вы это сразу увидите и у вас будут идеально ровные крестики ваша работа будет очень аккуратная и красивая вот смотрите у меня здесь припарковано две нитки одного цвета наверное не было некуда было ее вывести я сюда ее также припарковала поэтому я закрою вот здесь этот значок цветочек так я сменила камеру и ракурс я надеюсь вот так будет в максимальном приближении намного четче и понятней так продолжаем вышивать наши полукрестики которые у меня остались нетошитыми вот смотрите мы сейчас вышли полукрестиками вот эти звездочки и вот эти вот цветочки вот это значок я сразу закрыла закрыла потому что у меня оказалось две припаркованных ниточки и здесь и здесь значит что я буду делать я сейчас буду последовательно закрывать мои полукрестики отшитые буду идти теперь слева направо первым будет закрываться вот эти цветочки а потом звездочки когда я отошью вот эти все цветочки я паркую эту ниточку в следующий ряд следующий ряд у меня находится вот здесь значит буду парковать вот сюда в верхний правый угол всегда мы паркуем надеюсь камера хорошо показывает всегда мы паркуем нашу ниточку в верхний правый угол первый значок который будем отшивать вот сюда давайте высшим эти полукрестики я стараюсь рукой не закрывать но может быть немножко и закрывается пристроить камеру так и также паркуем нашу звездочку хорошо в этом ряду также присутствует вот такой квадратик я специально его не вышивала сразу потому что он крайний и он нам не мешает теперь я вышью вот этот квадратик и сразу припаркую следующий ряд вот здесь рядышком ну и конечно же не забываем на схеме делать отметки того что мы вышили чтобы мы не запутались вот я так прям целый ряд и зачеркнула чтобы рушиться рядом мой собака никак не может свернуться калачиком как ему нужно спи уже давай так ну и давайте теперь будем вышивать следующий ряд как мы будем вышивать наш следующий ряд так где мы здесь мы ура опять же справа налево вышиваем сначала звездочку все полукрестики звездочкой вышиваем и оставляем вот здесь ниточку не зашивая потом возьмем вот этот вот цветочек точно так же вышим полукрестики и оставляем нашу ниточку ну и уже в конце вышиваем наши квадратики вот так слева направо давайте это сделаем вместе так берем нашу звездочку у нас по схеме четыре значка идут подряд поэтому вот так четыре полукрестика четыре полукрестика пропускаем два и еще один полукрестик готово и аккуратненько вот так оттягивая ниточку выводим я втыкаю прямо в ткань теперь вышиваем полукрестики наших цветочков их два раз два и точно так же выводим и оставляем паркуем дальше берем наш квадратик и вышиваем два полукрестика квадратиком вот так раз два и теперь идем и закрываем наши полукрестики справа налево от последней ниточки последняя ниточка у нас квадратик поэтому мы сразу ее и закроем два квадратика так и теперь нужно его припарковать вот я вышла два квадратика паркую следующий ряд прямо над ними вот сюда вверху буду парковаться видите ничего нет сложного все последовательно идет шаг за шагом теперь у нас что там звездочку закрываем звездочку я очень надеюсь что вам видно виден процесс вышивки я стараюсь но я могу наблюдать за камерой если хорошая картинка так ну вот смотрите я вышила все звездочки теперь паркую следующий ряд прям вот первый первый квадратик вверху верхний правый угол всегда паркуемся вот так припарковались и последними закрываем два цветочка две два значка цветочка ой скачала ниточка засмотрелась на камеру так вот так все мы их дошили все вот цветочек я сейчас отшила нужно будет припарковать вверх ведь он четвертым стоим считаем паркуемся ряд который мы отшили мы зачеркнули и теперь таким же образом пойдем отшивать но еще один ряд мы вот так пройдемся потом будем просто вышивать и с вами болтать так вот теперь идем опять же вышивать справа налево что у нас стоит первый значок звездочка вышиваем три полукрестика через три еще один полукрестик и оставляем нашу ниточку потом вышиваем три цветочка полукрестика также паркуем ниточку оставляем и в конце уже будут идти два квадратика видите все должно идти последовательно крестик за крестиком не перескакивая давайте их вышьем вышиваем первые полукрестики звездочки через три еще один полукрестик и вот так вот вверх паркуем и оставляем дальше вышиваем цветочки значок цветочек три полукрестика вот таким образом и паркуем нашу ниточку при такой вышивке ваши крестики всегда будут очень ровными красивыми аккуратными если вы еще помогаете стежку укладчиком вот вообще все будет замечательно еще конечно очень важно не перетягивать не перетягивать крестики не надо их затягивать там с такой силой иначе тоже будут дырочки будет нехорошо среднее должно быть натяжение вот квадратик это значок квадратика он был последний в ряду поэтому я сразу его закрыла и сразу его паркую сверху так дальше у нас идет идет звездочка мы отшиваем закрываем теперь все значки звездочки вот так и паркуемся вот в данном случае схема для парковки очень удобная совсем не сложные есть и посложнее схемы где много одиночек разброс там конечно намного тяжелее для начала вот так более нагляднее даже показать чем брать самую сложную схему так и что хочу вам еще показать так видно все мы зашили еще один ряд я его отмечаю так и вот смотрите и смотрите я вот этот значок не вышиваю специально чтобы этим значком заполнять потом границы и вот этот вот один значок который идет здесь крестик его тоже вышивать не буду чтобы потом можно было зашивать границы чтобы не было вот этой линии разграничения это очень очень важно девочки обращайте на это внимание планируйте соответственно с вашей схемой так ну я думаю вам смысл понятен давайте я буду просто вышивать ну давайте попробуем еще вот такой ракурс стараюсь менять потому что когда вышиваешь как-то непроизвольно руками закрываются вот ниточки крестики ну буду стараться вышивать аккуратно и вам также параллельно рассказывать итак вышиваем я парковкой продолжаю смотрю по схеме в принципе я думаю вам смысл понятен просто мы вместе повышиваем немножко и немножко побеседуем у меня часто спрашивают как я планирую свое время и как как я вообще нахожу время для вышивки так как я работаю иногда поступают такие комментарии мне спрашивают вы не работаете вы что дома только сидите вышиваете вот да я работаю я работаю причем не просто как бы я там служащий да у нас с мужем свое дело свой магазин поэтому соответственно это требует еще большего внимания не просто так пришел на работу отсидел и ушел там есть такие работы я слышу девочек на работе берут вышивку и вышивают пошел повышевал на работе домой пришел повышевал у меня соответственно так как у нас свой магазин нам нужно много уделять время внимание и смотреть чтобы магазин работал что-то менять все меняется вокруг нас поэтому нужно тоже вводить какие-то изменения и вот мы в частности сейчас изменили график работы но уже это несколько месяцев мы работаем с 12 до 8 не очень удобный график потому что ну как бы ни утро нет ни вечера нет такая идет разбивка и время как бы теряется недолго я не могла пристроиться к этому графику нужно еще и домашние дела как-то вести кушать готовить вот поэтому сложно и очень-очень важно в таких моментах планировать свой день и чтобы находить время на вышивку нужно планировать обязательно ну для меня домашние дела потому что домашние дела забирают очень много времени очень много времени сейчас я отмечу и если не планировать то получается что времени никогда и нет самое основное что у меня забирает много времени это конечно приготовление еды ну стирка стирается стиральная машинка глажка я делаю раз в неделю в субботу или воскресенье у меня такой день глажки и я очень много глажу тем более что у меня муж носит костюмы и рубашки ну костюм это химчистки понятно мы сдаем а вот рубашки это наглаживать знаете такой труд сложный и тем более их соберется за неделю целая куча ну в общем глажки много это уже такой момент он у меня проходит на выходных все я переглаживаю все складываю вот ну а чтобы сэкономить время я экономлю на приготовлении еды то есть я раз в неделю планирую на неделю наш примерно наше питание что мы хотим кушать причем муж у меня тоже такой товарищ очень привилитливый он два раза одной тоже есть не будет поэтому иногда приходится готовить ну в частности приходится готовить два раза в день утром и вечером вот понимаете время уходит много но хорошо что то что мы не едим каких-то сложных блюд мы практически не едим мясо совсем немножко мы кушаем рыбу вот мы вообще ушли от этого от этой философии мяса и скажу почему по двум причинам во-первых сейчас мясо которое любое где бы его не взяли оно очень токсичное зверушек кормят такими кормами гормонами чтобы они быстро росли надувались ну представьте курица она готова за 40 дней это самое большое тот кто живет в деревне знает чтобы курочку можно было откормить ей нужно как минимум 6 месяцев и она не будет у вас 2 килограмма такая надутая вот эти курочки которые продают в магазинах такие 2 килограмма большие это все на гормонах это все там такое такое питание идет у этих курей что это просто ужас и все это мы едим поэтому особенно вот для детей для мальчиков ни в коем случае не покупайте курицу потому что там очень много женских гормонов чтобы курица росла быстро надувалась поэтому все эти гормоны берут мальчишки и потом у них соответственно складывается фигура женская такие округлые бедра и грудь как бы у них такая вырастает 12 лет смотришь то ли девочка то ли мальчик непонятно может быть в России это еще не так заметно в Европе здесь это просто сплошь и рядом и сейчас конечно уже все начинают обращать внимание но вот первое поколение выросло к сожалению вот с такой вот скажем фигуры поэтому обращайте тоже внимание у кого детки маленькие курочек не покупайте лучше что-то другое самое скажем диетичное это индюшка ну это вот кролик ну как то так да поменьше стараться лучше рыбу вот это значит первый фактор то есть то что их кормят ужасными разными гормонами таблетками не знаю чем их еще натравляют этих животных и соответственно мы берем все эти токсины во вторых условия содержания тоже очень ужасные животные страдают вырабатываются гормоны у них адреналин страха вот эти вот тоже различные гормоны которые тоже мы берем с питанием принимаем в свой организм это тоже очень плохо ну и в третьих конечно для нас не для всех это будет играть роль это конечно же фактор того что ну мы убиваем тоже душу да мы кого-то убиваем чтобы как бы съесть если если там огромная необходимость в этом нет ничего страшного а если необходимости в этом особо нет и мы кого-то убиваем это конечно же ну нехорошо 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 и поэтому мы стараемся не есть мясо вообще никакие колбасы то что обработано мы ни в коем случае это не покупаем потому что там тоже очень много химии добавляют что еще яйца тоже поменьше потому что ну представляете там этих курей содержат в таких условиях днем и ночью они под освещением под специальными таблетками чтобы была повышенная активная чтобы они неслись каждый день просто там с ума сводят да и тоже мы с яйцами все это свой организм воспринимаем вот если у вас домашние яйца то конечно это совсем другое дело даже вообще без без вопросов магазинные ну очень редко старайтесь старайтесь поменьше тем более детям лучше одно яйцо в неделю дорогое купить которое будет био чем вот то что с магазинные дешевые вот поэтому мы стараемся не есть мясо у нас рыба раз в неделю бывает мясо очень-очень редко мы можем взять барашка там раз раз в год там есть его стараемся есть так значит а что мы готовим что тогда мы едим у нас основные конечно это крупы различные очень любим рис очень много риса едим гречка ну в общем наши все вот эти бобовые всякие ну любые 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 крупы которые всевозможные они у нас меняются мы очень любим крупы конечно же много салатов и отварных овощей я спасаюсь есть у нас такая марка барбастатис ну вам это незачем замороженные овощи хорошего качества вот они за 10-15 минут готовятся засыпал их в кастрюлю и овощи все готовы оливковое масло кусочек феты сыра вот там вот все наши протеины витамины вот и соответственно все это меняется различные крупы овощи вот основное наше такое питание и причем это не занимает много времени вот если я варю к примеру готовлю овощи то их засыпал в кастрюлю они сами через 10 минут уже там 15 минут ну полчаса есть такие составы в зависимости что готовится они готовы просто пришел выключил проконтролировал поэтому все очень просто и готово если я готовлю к примеру рыбу и рис рис 10 минут варится рыба замороженная беру всегда замороженную очищенную она тоже за 10-15 минут она сразу и готова поэтому у меня вот за полчаса стол накрыт все готово единственное что конечно пока все приготовишь посуду помоешь потом приготовить на следующий день получается все равно время уходит но еда у нас простая очень легкая майонезы у нас тоже очень-очень редко салаты с майонезами не очень тяжелые для печени вот и чем больше мы едим жирной пищи мясо майонезы вот эти салаты наши тем значит больше организм забивается вот этими шлаками жирами холестерином соответственно давление потом появляется почему кстати вот что такое давление да вот мы все привыкли вот возраст и все и давление надо пить таблетки все садимся на таблетки а между прочим давление это следствие забитых сосудов значит все то что мы покушали жирное организм не справился с этими жирами и остатки откладывает на стенки сосудов сосуды начинают становятся более узкими менее эластичными и соответственно сердце увеличивает увеличивается давление крови вот это вот и есть давление а таблетки которые мы пьем они разжижают как бы кровь и соответственно давление падает но при этом кровь наша не очень хорошего качества и все таки это под воздействием химических элементов подхими то есть таблеточка это она не такая это и безвредная и кто долгие годы пьет эти таблеточки они прекрасно знают что у них есть какие-то последствия да побочный эффект и мы к этому уже привыкли как так и надо на самом деле никому это не надо ни побочных эффектов и ничего и если изменить образ жизни питания то и сосуды чистятся и организм и все становится как бы на на круги своя вообще сейчас затронули такую тему ну ладно поболтаем кому не нравится у кого какие то есть ну не подходит да эта тема ну выключить и все так значит такая тема да о питании вообще человеку мясо нужно всего лишь раз в месяц по самое большому счету вот все остальное должно составлять это углеводы фрукты и другие как бы всякие составляющие то есть вот и посмотрите сколько раз вы в неделю едите мясо и какого качества сейчас наверное многие ужаснутся да потому что мы привыкли утром маслица с колбаской на вечер у нас там отбивнушечки там мясной салатик и все и если так посчитать то мы уже на две жизни вперед наели себе вот этих вот всех тяжелых жиров я когда переехала в Грецию я тоже привыкла салатики мясо и суп с мясом и все с мясом вот здесь как бы питание другое и стала перестраиваться стала тоже учиться и организм чистился очень долго чистился я потом поняла что насколько он у меня зашлаковался при том что я такая молодая я еще вроде бы и ничего не на не нажила но уже уже организм зашлаковался моим 30 годам да и мне пришлось долго чиститься убирать и сладкое и со своего питания и мясо и и до сих пор мы еще в общем то занимаемся и улучшаем наше питание от питания зависит очень очень многое но как бы я так вам высказываю какие-то свои наработки каждый может самостоятельно поискать информацию в интернете найти о питании есть конечно индивидуальное питание по группам крови тоже имеет место быть и так как я работаю с людьми по здоровью у меня очень много людей прошло через наш салон около 4000 человек у меня большой опыт много случаев разных я видела истории жизни поэтому могу кое-какое мнение собрать вот и питание по крупам крови тоже имеет свой положительный эффект вот есть какие-то продукты не подходят индивидуально это тоже нужно учитывать вот ну даже если вы просто начнете элементарно уменьшать без без сильного премудрствования уменьшать просто мясо в вашем питании вы уже будете чувствовать себя намного лучше и увеличите количество салата вы почувствуете очень большое улучшение и облегчение у вас в организме вот также еще хочу сказать что не нужно прям вот сразу брать и менять полностью свое питание да вы вчера ели много мяса сегодня вы вообще не будете есть организм не выдержит и вы не выдержите он привык уже к такому ритму жизни вот то что вы ему даете переваривать резко менять нельзя нужно постепенно все делать не нагружая сильно свой организм переменами так ну начались начали мы с одной темой перешли как-то плавно на другую тему немножко я затронула ну ладно в общем наше питание мы постоянно меняем и сейчас мы также подключаем ростки но пока я еще не очень там приспособилась и нашла рецепты мы проращиваем покупаем био различные зерно фасоль фокес ну всякие разные зернышки мы их проращиваем и тоже их кушаем но там тоже очень много нюансов как их проращивать то что я нашла в интернете очень много там как бы минусов несоответствий если кому-то интересно я как-то отдельно может быть об этом поговорю о росточках вот это тоже очень-очень полезная вещь богатая различными минералами и витаминами и на этих росточках можно очень хорошо жить вот мы тоже их подключаем ну понемножку в салат добавляем там делаем салат и добавляем туда росточков и вот так кушаем вот в общем я планирую вернемся к нашим с того с чего мы начали я планирую на неделю примерно наше питание в общем-то закупаемся и постепенно я это готовлю причем я так планирую чтобы у меня было какие-то варианты два-три варианта если что-то мы передумали нам что-то другого захочется я запросто конечно меняю вот и такой момент поэтому у меня все закладываю в кастрюлю и оно все само готовится а я в это время вышиваю так что еще как еще можно найти время на вышивку также еще очень важно наше место наша организация как мы организовали наш процесс если у нас все как-то неудобно то и процесс будет идти очень медленно нужно как-то под себя как вам удобно организовать процесс тогда вы будете с удовольствием вышивать второе очень сильно нас отвлекает youtube мы всегда там что-то ищем смотрим переключаемся и много времени уходит на на просмотр вроде бы два часа прошло вышел пять крестиков потому что то посмотрел все посмотрел я тоже люблю youtube и что я делаю я вот для себя создаю какой-то либо плейлист забрасываю туда видео посмотреть позже либо они у меня идут на автомате вот какое видео выходит такое я и смотрю и особо не переключаюсь чтобы не отвлекаться на на видео что еще помогает сконцентрироваться на вышивке также нам помогает сконцентрироваться один процесс если у вас совсем мало время вы работаете ну конечно это все дело еще такое по настроению да я не говорю что сто процентов ну вот как для меня в данном случае мне очень помогает сконцентрироваться на один процесс у меня есть один процесс на рабочем столе я вышиваю за столом не могу вышивать сидя на диване как-то мне неудобно спине поэтому я вышиваю за столом у меня здесь все мои причиндалы мне никуда не нужно сбежать если мне чего-то не хватает или что-то нужно добавить добавить или сделать поэтому я люблю работать за столом у меня и станок вот такой для для стола вот один у меня процесс здесь основной настроен настроен так что я могу в любое время подойти сесть и повышивать две-три ниточки есть у меня один процесс скажем так дорожный прикроватный он идет с напечатанным рисунком это утки мандаринки китайские поэтому тоже когда у меня есть 5-10 минут я могу сесть и вышить одну-две ниточки вот и сейчас я стараюсь не распыляться на другие процессы потому что вот времени как бы мало и когда работаешь с одним процессом постепенно привыкаешь к схеме к значкам настраиваешься как бы так морально и уже дело идет буквально с закрытыми глазами все идет быстро и непринужденно вот так вот мы с вами не спеша аккуратно аккуратно вышли практически 100 крестиков я надеюсь вам это видео было полезным вы что-то для себя подчеркнули не знаю какое качество получится я конечно старалась но иногда какой-то момент может быть освещение техника что-то еще я конечно понимаю что я захватываю иголочку я закрываю немножко руками старалась увеличить и побольше сделать увеличение чтобы все-таки это было видно не знаю девочки не знаю так ну что 100 крестиков полукрестиков мы вышли посмотрите какие они получаются очень аккуратные да ровненькие потому что идет закрытие верхнего полукрестика по поочередно крестик за крестиком поэтому получается очень аккуратно видите здесь есть такие кусочки пробелы это специально чтобы у меня зашивалась граница чтобы не было резких переходов границ вот ну давайте еще что-нибудь повышиваем с вами сейчас немножко поднастроена у нас сейчас стоит очень теплая погода это первая такая зима когда я практически всю зиму отходила в тонкой осенней куртке иногда беру куртку потеплее наконец-то дожди потому что последние годы дожди у нас практически не было какая-то прям засуха началась вот и радуюсь я конечно этой погоде что у нас тепло но иногда бывают приходят холодные дни и и резко перепад с холода на тепло и обратно и у меня в такие дни очень болит голова я сегодня выпила таблеточку что я не люблю делать пить таблетки вообще никогда не болею таблетки не пью ну вот в такие дни никак не получается также у нас сейчас по погоде мандарины не цветут а они как бы как созревшие здесь вообще фрукты мандарин и апельсин два раза в год плодоносят и вот сейчас у них идет сезон когда как бы созревают мандарины ну в городе у нас мандариновые деревья сажают для красоты они непривитые и сами мандаринки невкусные обычно все приезжие туристы когда вот приезжают кажется что ух ты мандарины прям начинают рвать с деревьев но они кислые они вообще несъедобные их сажают для красоты когда цветут мандарины очень очень вкусно это все пахнет вокруг запахи витают ну так для создания скажем атмосферы в районах вот немножко расскажу вам о моей работе так как часто спрашивают чем я занимаюсь какая у нас работа у нас с мужем выставочный скажем так салон с массажным оборудованием оборудование которое делает массаж спины работает с позвоночником не просто расслабляющий такой массаж а глубоко лечебный восстанавливающий все остеохондрозы грыжи сколиозы сколиозы и другие заболевания позвоночника вот также у нас есть специальные маты которые созданы на основе природных камней турмалина нефрита вулканических пород и эти маты они с подогревом то есть на них ложатся люди лежат прогреваются и потом делают массаж вот этот комплекс является глубоко оздоровительным очень очень помогает при различных заболеваниях в частности ну практически 70-80 процентов заболевали заболеваний патологических мы мы лечим скажем так это и давление это и остеопороз это также и холестерин это также и и любое нарушение внутренних органов такие болезни которые скажем в классической медицине считаются ну неизлечимыми вот а в нашей системе эти заболевания как бы мы их ну устраняем ну так уже таким шуточным скажем не шуточным но для нас это уже не в новинку нет ничего сложного мы с этим работаем уже много лет и знаем что посоветовать и как правильно использовать оборудование и у нас очень очень хорошие результаты очень много людей к нам приходят всем помогаем и для нас это также большая радость видеть когда люди вылечиваются восстанавливаются также от очень тяжелых заболеваний как паркинсон как рассеянный склероз и очень много-много других разных заболеваний конечно такие тяжелые заболевания как паркинсон и рассеянный склероз они сто процентов не излечимы но идет очень очень сильное улучшение очень сильно идет восстановление у людей вот как-то надо найти момент и немножко вам показать как выглядит наше оборудование мне кажется ну там будет интересно вот немножко вам рассказала о нашей жизни как мы живем что делаем чем занимаемся вот вышелся у меня еще один ряд зашился ну я думаю на этом как бы я на сегодня завершу может быть сниму еще какой-нибудь так тег еще повышиваем оставляйте ваши комментарии пишите если вам что-то понравилось не понравилось или что-то вы хотите еще увидеть буду рада вашим отзывам ну и постараемся конечно и улучшить и качество видео ну и снять какие-то может быть какие-то темы которые вам интересно что-то показать желаю вам хорошего настроения и до новых встреч всем пока-пока